С приходом весны на территории Артёмовского городского округа среди населения начинается самая настоящая строительная лихорадка. В связи с этим активную работу начинает Комитет по архитектуре и градостроительству, о деятельности которого рассказала Наталья Булатова. Если от фундамента до крыши артёмовцы сегодня строят мало, то реконструкция и перестройка уже существующего жилья учащается в разы. Но прежде чем прорубить окно, пусть не в Европу, а даже в соседнюю комнату, нужно получить необходимые разрешения. Во всех населённых пунктах Артёмовского городского округа, не выделю ни один, абсолютно ровно, все жители, начиная с 2017 года, активно обращаются за выдачей разрешений как за строительством домов на месте старых участков, то есть замена существующих домов, так и реконструкция. Очень много идёт заявлений по реконструкции жилых домов, то есть устройства пристроев, надстроев, подземных этажей и прочего. Наряду с частными строительными работами, которыми начинает заниматься одна часть горожан, другую, более обширную, интересуют вопросы благоустройства территории города в весенний и летний период. Исходя из слов Натальи Булатовой, Комитет по архитектуре и градостроительству в этом году планирует начать реконструкцию мест отдыха, в частности скверов и Центрального городского парка, который за последние годы, признаемся честно, стал отчего-то ахиллесовой пятой города Артёмовского. Не могу не сказать о том, что сдвинулась с мертвой точки ситуация по реконструкции нашего городского парка. Сейчас жилкомстроем готовится необходимая конкурсная документация для подготовки концепции развития парка. Состоялось несколько совещаний при главе Артёмовского городского округа по определению параметров данного проекта будущего. В ближайшее время этот вопрос также будет решаться с дальнейшим будущим проектированием и реконструкцией территории парка. Будет как городской парк с возможностью размещения там, в нём, аттракционов, как приезжающих, если это необходимо, так и муниципальных, если это будет необходимо по их приобретению, пока этот вопрос не решен. То есть это будет, по сути, объект благоустройства и объект такой ландшафтной архитектуры. То есть мы там наведём порядок, ограждение, освещение, вот такие вещи. Строительства там пока не требуется никакого. Мы планируем продолжение работ по обустройству сквера молодёжи и должны приступить к обустройству сквера Победы. Строить планы, конечно, необходимо, потому как коэффициент полезного действия возрастает в разы в случае, если эти планы действительно воплощаются.